Здравствуйте! Сегодняшняя тема – учет материальных запасов. Осматриваемый вопрос – это первоначальная оценка и учет поступления товарно-материальных запасов, последующий учет запасов, оценка себестоимости запасов, учет списания запасов, инвентаризация запасов в составе и характеристика МВП. Учет запасов в государственном учреждении регламентируется разделом 8 правил введения бухгалтерского учета в госучреждениях, а также разделом 9 учетной политики, разработанной для государственных учреждений. В запасы включают строительные материалы, материалы для учебных, научных исследований и других целей, медикаменты и перевязочные средства, продукты питания, топливо и горючие, хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности, спецодежду и другие предметы индивидуального пользования, запасные части, незавершенное производство, готовую продукцию, товары и запасы в пути. Для учета запасов в госучреждениях предназначены следующие счета, это 13.10 материала, 13.20 незавершенное производство. Незавершенное производство используется в основном в конце отчетного периода, когда при составлении отчета, если какая-то продукция не успела выпуститься, то есть мы все расходы, которые мы потратили на эту продукцию, относим на счет незавершенное производство. 13.30 готовая продукция, 13.40 товары, 13.50 запасов в пути и 13.60 резервное обесцененное запасов. Стоимость запасов признается в учете тогда, когда выполняются критерии признания активов. Наличие вероятности получения экономической выгоды или сервисного потенциала по данному активу в будущем. Возможность надежной оценки запасы отражаются в учете госучреждения лишь при переходе данному учреждению в выгод от владения активов и рисков, связанных с этими запасами. Определение момента перехода в выгод и рисков, связанных с запасами, является одним из основополагающих моментов при учете запасов. Этот момент определяется договором поставки, оговаривающим ее условия. Первоначальная оценка и учет поступления запасов. Запасы при первоначальном признании отражаются по их фактически себестоимости, которые включают все затраты на приобретение, переработки и прочие затраты, понесены для того, чтобы привести запасы к их настоящему местоположению и состоять за исключением приплада молодняка, оприходование, которое осуществляется по запланированной себестоимости. Приобретение запасов отражается следующими корреспонденциями. При покупке дебетуется еще 13-10 материалы, либо товары, и кредитуется еще 12-10 краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам. То есть у нас материалы увеличиваются по дебету и в кредите у нас появляется обязательство перед поставщиками. Поступление от другого государственного, при поступлении запасов от другого государственного учреждения дебетуется соответствующий счет материалов товаров, и кредитуется счет 63-30 дохода от безвозмездно полученного получения активов и учитывается по балансовой стоимости. Также при поступлении запасов от филантропической деятельности или спонсорской деятельности, или меценатской деятельности, или грантов, также дебетуются счета товаров и материалов и кредитуются счет 60-50 дохода от благотворительной помощи. Возвратная или обменная тара, это может быть почки, бидоны, ящики, бутылки или другая тара, как свободная, так и находящая под запасами, учитываются по ценам, указанным в счетах поставщиков, по дебету, субсчета 13-19, прочие материалы, и по кредиту счета 32-10, краткосрочной криторской задолженностью поставщиками-подрядчикам. Последующий учет запасов. При последующем учете запасы оцениваются по наименьшей из двух величин – себестоимости, или же чистой реализационной стоимости, кроме случаев приобретения запасов посредством необменной операции, хранения для бесплатного распределения или распределения по номинальной стоимости, потребления в процессе производства товаров, подлежащих бесплатному распределению или распределению по номинальной стоимости. Под чистой реализационной стоимостью подразумевается чистая сумма, которую госучреждение ожидает выручить в результате продажи запасов при нормальном ходе дел, А чистая реализационная стоимость, это может не совпадать со справедливой стоимостью за вычетом расходов по продаже. Если запасы хранятся для бесплатного распределения или распределения по номинальной стоимости, потребления в процессе производства товаров, подлежащих бесплатному распределению или распределению по номинальной стоимости, то они оцениваются по наименьшей из величин себестоимости и текущей восстановительной стоимости. Если цель, с которой хранились запасы, изменились, то запасы оцениваются по наименьшей из двух величин, по себестоимости или же чисто реализационной стоимости. Оценка себестоимости запасов. Для оценки себестоимости запасов, по которой они списываются с баланса, то есть мы списываем в какие моменты, если мы эти материалы должны будем отпустить в подразделения свои, либо со склада, то есть когда мы отпускаем поступившиеся запасы со склада в подразделения или в производство, то мы должны знать, по какой стоимости мы будем их списывать. То есть в таком случае необходимо знать, какие методы использовать, какие методы оценки себестоимости запасов использовать в таких случаях. То есть для оценки себестоимости запасов, согласно стандартам и учетной политике, предприятие, госутверждение использует методы специфической идентификации затрат и метод сверенезвешенной стоимости, и метод FIFO. Метод FIFO – это first in, first out, это первое поступление, первый отпуск. При этом пунктом 32 раздела 9 приказа Минфина Республики Казахстана об утверждении учетной политики, списание запасов с баланса в основном для госслужб производится с использованием по выбору методов специфической идентификации, среднеизвешенной стоимости, только по вот этим двум методам. Метод FIFO – учетная политика для госслужб, он не предусмотрен. Учет списания запасов. Выдача материалов со склада производится по документам, утвержденным руководителем государственного учреждения. Для выдачи материалов применяются следующие документы. Накладная на отпуск запасов на сторону. Применяется для отпуска запасов со склада на сторону. Накладная выписывается в двух экземплярах. Накладная на внутреннее перемещение запасов. Он применяется при выдаче материалов со склада и при перемещении материалов внутри госучреждения. То есть с одного, например, кабинета в другой кабинет. То есть если это все перемещение проходит внутри предприятия. Накладные, эти же накладные выписываются тоже в двух экземплярах. Также следующий документ, который мы используем при учете списания запасов, это меню требования. Он применяется для выдачи продуктов питания со склада. Меню требования составляется ежедневно на основании норм раскладки продуктов питания и данных о количестве удовольствующихся. Типовые бухгалтерские правоты давайте рассмотрим по списанию запасов. Передача запасов другому госучреждению, при передаче запасов другому госучреждению дебетуется на счет 24,60. Это прочие расходы. И кредитуются, то есть у нас уменьшаются материалы и товары на складе, раз мы их передаем. Также реализация готовых сетелей продукции подсобных хозяйств. При реализации дебетуется счет 12.31, краткосрочная дебиторская задолженность покупателей, заказчиков. И кредитуется счет 61.10. Это говорит о том, что мы при реализации готовой продукции подсобных хозяйств, если у нас есть, которые производят готовую продукцию. То есть тогда у нас увеличивается дебиторская задолженность покупателей. Это говорит о том, что это деньги, которые нам должны поступить в будущем от покупателей. И кредитуется счет доходы. Почему? Потому что это является нашим доходом от продажи, от реализации. При передаче готовой продукции для нужд государственных учреждений у нас дебетуется счет 13.14, субсчет до продуктов питания, также 13.19 прочие материалы и кредитуется счет 13.30 готовая продукция. Выдача со склада в эксплуатацию, при выдаче со склада в эксплуатацию медикаментов, хозяйственных материалов или же канцелярских принадлежностей, спецодежды и других предметов индивидуального пользования. Дебетуются у нас счета 13.13, то есть каждому счету 13.10 открываются субсчета. То есть если это субсчет 13.13, медикаменты, перезвязочные средства, хозяйственный материал, канцелярские принадлежности и дебетуются спецодежды и другие предметы индивидуального пользования. Аккредитуются также счета 13.13, 13.16 и 13.17. Инвентаризация запасов. Госучреждения проводят инвентаризацию запасов в следующие сроки. Материалов для учебных, научных и других целей, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, медикаментов и перезвязочных средств, топлива, горючих и смазочных материалов, корм, тары, материалов пути, запасных частей, машинами, оборудованием, также прочие материалы, спецодежды, предметы индивидуального пользования, которые мы используем не менее одного года. Инвентаризация по ним проводится не менее одного года, одного раза в год, но не ранее 1 октября. Инвентаризация продуктов, питания и спирта не менее одного раза в квартал. Инвентаризация незавершенного производства и полуфабрикации собственной выработки в учебных, мастерских, подсобных, сельских хозяйствах, незаконченных научно-исследовательских работ, выполнениях по договорам с организациями. По ним инвентаризация проводится не ранее 1 октября отчетного периода и, кроме того, периодические сроки, устанавливаемые, соответственно, администраторами бюджетных программ. Инвентаризация запасов в госучреждениях осуществляется соответственно с правилами проведения инвентаризации в госучреждениях, утвержденные приказами Министерства финансов РК. И также инвентаризация запасов проводится по местам хранения и отдельно по материально-ответственным лицам. Инвентаризация должна производиться в порядке расположения ценностей в данном помещении, вот где находятся, там и проводят. Например, спецодежда предмета индивидуального пользования, находящиеся в эксплуатации, инвентаризация по местам нахождения и по материально-ответственным лицам. При инвентаризации спецодежды и предметов индивидуального пользования, выданных работникам, допускается составление групповых инвентаризационных описей с указанием в них, ответственных за эти предметы лиц, на которых открыты личные карточки с распиской их в описи. Спецодежды и предметы индивидуального пользования, отправленные в стирку и ремонт, должны записываться в инвентаризационную опись на основании ведомости, накладных или квитанций организаций, осуществляемых в эти услуги. Спецодежды и предметы индивидуального пользования, пришедшие в негодность и не списанные в инвентаризационную опись, не включаются, а составляется акт с указанием времени эксплуатации, причин негодности, возможности использования этих предметов в хозяйственных целях. Запасы, поступающие во время проведения инвентаризации, принимаются материально-ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходятся после инвентаризации. Эти запасы заносятся в отдельную инвентаризационную опись под наименованием запасы, поступившие во время инвентаризации. С января, с 1 января 2013 года, в связи с вступлением в силу правил введения бухгалтерского учета в госучреждениях и нового плана счетов бухгалтерского учета в госучреждениях, понятие, вот которое у нас 6 вопрос был, да, вот 6, понятие малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря утратила свою актуальность. Согласно инструкции по бухгалтерскому учету в госучреждениях, в состав малоценных и быстро изнашивающихся предметов относились предметы, которые служат не менее одного года, независимо от их стоимости и предметы стоимостью до 40-кратного расчетного показателя за единицу по цене приобретения, независимо тоже от срока эксплуатации. И спецодежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности, независимо от стоимости и срока службы. И форменная одежда и обувь для работников здравоохождения, просвещения, социальной защиты населения и других, держащихся за счет бюджета, независимо от срока стоимости и от срока использования. Временные сооружения, приспособления, тары для хранения материальных ценностей, молотники, животные на корме, птицы, кролики, пушные звери, семьи, подопытные животные, многолетние насаждения, выращиваемые в питомнике в качестве посадочного материала. Все вот эти активы, запасы, они как бы относились к малоценным и быстро изнашиваемся, как бы быстро изнашиваемся предметам. Прежде главными критериями внесения актива к быстро, к мало... С 2013 года, да, вот у нас эти понятия как бы были отменены, но вот эти вот все запасы, они как бы никуда не потерялись, они есть, они все сейчас в данный момент учитываются в составе основных счетов, основных средств и запасов. Сам по себе вот пункт малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря там или предметов, они как бы убрали этот. И прежде главными критериями внесения актива к мало... изнашиваемся и быстро изнашивающегося предметов являлись период его использования. Начальная стоимость при приобретении, а также отсутствие возможности перепродажи, они потому что быстро мало изнашивались и быстро портились. И поэтому первым показателем составлял не более 12 месяцев, а второй периодически изменялся, но не имел особого значения, так как использованный предмет быстро изнашивался, не более одного года. Понятие утратило актуальность, но сами активы никуда не исчезли. Они сейчас относятся к запасам и некоторые к основным средствам, но критерием признания их запасами или основными средствами является профессиональное осуждение положения учетной политики предприятия, так как этот документ разрабатывается в соответствии с принятыми субъектными стандартами ведения, бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Например, раньше малоценные быстро изнашивались эти предметы на складе. Они сейчас так и назывались, а сейчас их разделили на счета. Прочие основные средства, также инструменты производственные, хозяйственные инвентарь 27-70. Белье постельной принадлежности, которые относились тоже к малоценным и быстро изнашивались предметам, для них специально есть счет 13-17, субсчет, спецодежда и другие предметы индивидуального пользования. То есть понятие МВП, он как бы утратил свою силу, но вот эти вот все, скажем, сами активы, они просто перешли на другие счета в связи с использованием международных стандартов финансовой отчетности. На этом лекция окончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...